Всех приветствую. Давайте мы поговорим о возможности магнит-резоносной томографии в диагностике заболеваний или рака предстательной железы. Рак предстательной железы – достаточно серьезная патология и по различным мировым статистическим сведениям занимает либо первое, либо одно из лидирующих мест по количеству заболевших, во всяком случае, но и смертность от этого заболевания также не уступает всем остальным онкологическим заболеваниям. И практически в любой стране входит в пятерку лидеров, которые определяют причины ухода из жизни мужской части населения той или иной страны. Если мы обратимся к научным и практическим публикациям, которые посвящены диагностике рака предстательной железы с помощью магнит-резоносной томографии, для примера я привожу сведения, которые концентрируются в наиболее весомой или наиболее объемной базе данных, ПАБМЕТ, Библиотека национального конгресса США, самое большое количество научных и практических публикаций здесь содержится, и мы можем задать в поисковик MRI, магнит-резоносной томографии, простата и канцер. И таких за прошедшее недавнее время публикаций будет достаточно большое количество. Всего таких публикаций больше 5000 на сегодняшний момент времени размещено. И обратите внимание, вот эта тенденция идёт неуклонно к нарастанию. И в последнее время ещё больше обращают все исследователи и практические врачи на эту сферу лучевой диагностики. Какие же вопросы, прежде всего, интересуют специалистов, которые сталкиваются с магнит-резоносной томографией? Я здесь суммировал, проанализировав некоторые из, конечно, не все 5000 этих публикаций, а наиболее значимые публикации, которые посвящены использованию магнит-резоносной томографии или технологии магнит-резоносной томографии, наиболее часто задаваемые вопросы. Не только со стороны врачей лучевой диагностики, но и со стороны онкологов, урологов и других специалистов, а может быть, даже и пациентов. Потому что пациенты на сегодняшний момент достаточно грамотные, они пользуются теми же ресурсными базами и задают достаточно серьёзные вопросы, которые нас иногда ставят в тупик. Итак, как же готовиться к исследованию, какие протоколы нужно использовать, какое поле обзора нужно использовать, какое количество протоколов нужно использовать, какие артефакты мы можем встретить и как с ними бороться, на каких аппаратах мы должны проводить исследования, нужно ли использовать эндоректальную катушку, как повышать качество изображений, как повышать качество интерпретации и какие же всё-таки конкретные параметры сканирования тех или иных протоколов, которые мы можем использовать. Итак, вкратце по этим всем вопросам мы пройдёмся за ближайшие минут 20. Подготовка к исследованию. Перед исследованием желательно порожнение кишки. Наиболее критическим является содержащийся газ в кишке. Я думаю, что многие здесь присутствующие понимают физику магнитризнации томографии и те ткани, которые достаточно серьёзно отличаются по своим магнитным свойствам, то есть реагировать на магнитное поле и не реагировать на магнитное поле, когда ткани соприкасаются между собой, то тогда происходит небольшая потеря сигнала. То есть те ткани, которые не дают магнитно-резонансного сигнала, это газ, где критическое содержание протонов, которые могут реагировать на магнитное поле. И, соответственно, окружающие мягкие ткани, стенка кишки, жировая клетчатка, где протонов достаточно много, и они, соответственно, должны реагировать на это магнитное поле. Так вот, на границе этих тканей создаётся своеобразный артефакт и поглощение этих сигналов. Вот именно газ, он и даёт такой вот артефакт. Помимо того, содержимое газа в кишке даёт стимуляцию перистальтические и появляются динамические артефакты. Поэтому газ нам вредит, мы должны его удалить. Следующее условие – это умеренное наполнение мочевого пузыря. Умеренное наполнение. Не нужно перенаполнять мочевый пузырь, потому что, да, действительно, переполнение мочевого пузыря приводит к тому, что мы поднимаем петли кишки, которые перистальтируют и могут давать наводку, но переполненный мочевой пузырь сам может перистальтировать. И, конечно же, от этой перистальтики тоже будет страдать качество изображения. Ну и в дополнение к этому переполненный мочевой пузырь вызывает беспокойное поведение пациента. И, конечно же, находясь в туннеле магнита с переполненным мочевым пузырём, пациент будет испытывать достаточно серьёзный дискомфорт, вас отвлекать, торопить, нажимать на сигнальные устройства, задавать вопросы, скоро или не скоро, как быстро, и ещё двигаться при этом, ощущая позывы к опорожнению мочевого пузыря. Конечно же, нужно предусмотреть то, что довольно-таки часто мы используем контрастирование. И если мы обследуем пациента, у которого действительно клиническая ситуация укладывается в клиническую картину рака предстательной железы, то использование контрастного вещества достаточно высоко вероятно, и оно поможет вам и отказываться от контрастирования крайне неразумно в этой ситуации. Поэтому мы в ситуации, когда есть подозрение на наличие рака у пациента, конечно, предварительно устанавливаем катетер в вену для того, чтобы уже меньше манипуляций проводить внутри камеры сканирования и, соответственно, не вызывать смещение пациента и какие-то другие вносить изменения, которые могут повлиять на качество изображения. Гипотония кишки. Я говорил о перистальтических артефактах, и, конечно же, даже если газ не содержится в прямой кишке, даже если и нет переполнения мочевого пузыря, перистальтика в норме существует в зависимости от иннервации кишки, от типа преобладания системы симпатической, парасимпатической, утро, вечер, голодный желудок, сытый желудок и так далее. У разных пациентов по-разному может быть реакция в разное время суток, и поэтому перистальтика может присутствовать. В любое время мы не можем прогнозировать. Поэтому мы рекомендуем использовать специальные фармакологические средства, которые останавливают или несколько снижают тонус кишки. Следующий вопрос, который может вызывать какие-то смущения и смятения при назначении проведения магнит-резоносотомографии у пациентов с подозрением на опухоль предстательной железы, это сопоставление или синхронизация этого исследования с биопсией. Что же делать, если пациенту всё-таки была выполнена биопсия, проводить ему такое исследование или отсрочить это исследование? Всё зависит от цели. Ещё раз вас ориентирую на то, что при проведении магнит-резоносного исследования, даже по любому-любому другому поводу, мы должны понимать, что же от нас хотят получить, какую информацию хотят получить наши врачи, которые направили этого пациента на магнит-резоносное исследование. И если это цель в отношении рака предстательной железы, когда была проведена биопсия и было подтверждено, что рак у этого пациента есть, и есть гистологическая верификация этого процесса, вплоть до суммы глисона, процент столбика и количество этих столбиков в пробах биоптата есть, и уже практически можно сказать, что местная распространённость уже доказана, то, тем не менее, магнит-резоносная томография, конечно же, она может проводиться. Это вот вторая строчка. Это когда процесс доказан, и нужно определить стадию заболевания, когда нужно оценить состояние капсулы предстательной железы, состояние семенных пузырьков, лимфатических узлов и так далее. То есть местное распространение опухолевого процесса. В этой ситуации рекомендации такие, что нужно сделать перерыв и не назначать это исследование непосредственно после биопсии и дождаться, пока реактивные процессы стихнут, отёк уйдёт по простатической клетчатке, и тогда мы более аргументированно можем говорить о том или ином распространении этого процесса. Если же выполненная биопсия не достигла своей цели и при наличии клинических показаний всё-таки она показала отрицательный результат и нет верификации опухолевого процесса, но клиника всё-таки указывает на то, что там рак есть, и он, скорее всего, является наиболее агрессивной формой, то тогда цель стоит всё-таки найти этот очаг опухолевого поражения и провести повторную биопсию или таргетную, так называемую, биопсию. И вот эти очаги следует диагностировать. И исходя из той гипотезы или предположения, что в тех вколах, стандартных вколах, не было получено опухолевого субстрата, и те геморрагические изменения, которые соответствуют вколу при проведении биопсии, они закрывают часть железы и кранируют. То есть мы не можем сказать на фоне имбибиции кровью, есть ли в этом участке опухолевого поражения или нет. Поэтому мы предполагаем о том, что рак всё-таки находится в другом участке, не подвержившемся биопсии. Это чаще всего передние зоны, это чаще всего парауртральная область, то есть центральная область пристательной железы. И ориентируем, и поиск свой концентрируем именно в этих участках пристательной железы. В этой ситуации задержки можно и не делать, и иногда даже рекомендуется, если клиническая ситуация достаточно серьёзная, то сделать сразу после биопсии исследование и оценить именно эти локализации, которые не подверглись биопсии. Сканирование. Как же осуществляться сканирование? Обращаю ваше внимание, что сканирование пристательной железы на предмет диагностики рака пристательной железы, оно в стандартах на сегодняшний момент является такой термин, даже принят как мультипараметрическое МРТ. Мультипараметрическое МРТ предполагает получение несколько типов изображений. Морфологических изображений, чаще всего это Т2-озвешенное изображение, диффузиона-озвешенное изображение, которое характеризует процессы диффузии, участки сокращения диффузии будут соответствовать раку пристательной железы, и динамическое контрастное усиление, которое характеризует пристательную железу по кровоснабжению, по типу восклиризации. Именно сопоставляя эти изображения один к одному, на одном и том же уровне, мы должны чётко сопоставить, чтобы один и тот же срез вот этих трёх разных видов изображений проходил абсолютно одинаково через уровень предстательной железы. На каждом уровне мы должны вот это сопоставить, эти изображения. И только сопоставление вот этого незаметного снижения интенсивности магнитно-резонанс сигналы на Т2-звешенных изображениях с участком сниженной диффузии и с участком локальной гиперваскулярности нам позволит диагностировать рак очень маленького размера, до 5, около 5. Ну, меньше 5 миллиметров, конечно, достаточно сложно, но около 5 миллиметров и больше такие участки опухолевого поражения в предстательной железе на сегодняшний момент достаточно часто мы можем визуализировать. Поле обзора. Как же оценивать, на что обращать внимание и так далее? Следует ли бесконечно расширять поле обзора или, наоборот, бесконечно суживать поле обзора при сканировании рака предстательной железы? Здесь ответ однозначного ответа нет. Мы должны обследовать всю зону малого таза и прицельно область предстательной железы, когда те или иные срезы ориентированы только лишь на получение информации о состоянии ткани предстательной железы. Поэтому смотрим и широко определенными протоколами, то есть всю область обследования, и прицельно сконцентрировываем свое внимание на предстательной железы, если есть такая клиническая необходимость. Следует ли расширять количество протоколов при каких-то сомнениях, добавлять какие-то дополнительные протоколы? В этой связи есть рекомендации, международные рекомендации, которые говорят о том, что не рекомендуется расширять и удлинять исследования, потому как каждая вновь добавленная программа, она, как правило, существенное добавление информации не несет, и она введет только к тому, что пациент испытывает дополнительную какую-то нагрузку психологическую, он нервничает, он беспокойно себя ведет, и таким образом получаем мы изображение недостаточно высокого качества. Что же в нашем арсенале имеются? Какие приемы, какие хитрости для того, чтобы мы побороли наиболее часто возникающие артефакты или наводки на изображение? Чаще всего это артефакты движения, о которых я говорил. Соответственно, мы проводим подготовку пациентов, мы рекомендуем опорожнить прямую кишку, при этом опорожнение прямой кишки должно быть физиологически, никаких клизм не нужно применять, потому что это ведет к дополнительному раздражению стенки кишки, соответственно, усилению перистальтических каких-то артефактов и вызывает отек стенки и окружающей клетчатки. Существуют фармакологические средства для подавления активности перистальтики. Следующий тип артефактов – артефакты от металла, которые могут присутствовать на сегодняшний момент времени довольно-таки часто. Мы используем металлические импланты. Рядом расположены тазобедренные суставы. Иногда идет поиск у пациентов, у которых было проведено именно такое вмешательство по замене тазобедренного сустава. Конечно, артефакт от металла достаточно серьезно нам изменяет качество картинки. Но в нашем арсенале есть способы. Мы изменяем плоскость сканирования, мы меняем направление фазового кодирования, мы можем использовать так называемый сатуратор или полосы преднасыщения, которые частично или полностью могут погасить эти металлические влияния металлических инородных тел на качество изображения. Артефакты неоднородности тела, неоднородности распределения магниторизнастного импульса, это чаще всего связано с опорожнением или устранением влияния газового содержимого. Это опорожнение кишки с помощью естественного опорожнения. Иногда рекомендуется использовать газоотворную трубку. Ну и, конечно же, не забываем об использовании эндоректальной катушки, которая сама по себе вытесняет газ. Если баллон эндоректальной катушки заполняется жидкостью, то, соответственно, мы получаем однородное магнитное поле. Следующее. Что же лучше, трёхтысловый магнит или полуторатысловый магнит? Довольно-таки частый вопрос, который задают пациенты. Довольно-таки частый вопрос, который мучает лучевых диагностов и врачей, которые занимаются полученными данными и их анализом с другими данными у конкретного пациента. Куда же направить такого пациента? На трёхтысловый магнит или на полуторатысловый магнит? Существуют ли какие-то серьёзные или глобальные преимущества? Мы видим, что напряжённость магнитного поля или индукция магнитного поля, правильно по физическим характеристикам это называется, в два раза отличается. Трёхтысловый магнит или полуторатысловый – это в два раза увеличена индукция магнитного поля. Соответственно, мы можем предположить, что, наверное, в два раза мы получим лучшее изображение. Нет, это не так. Потому что трёхтысловый магнит – это достаточно серьёзная машина. Действительно, мы должны сказать, что чаще всего лучшее изображение получается на магнитных томографах с более высокой индукцией магнитного поля. Почему? Потому что легче добиться этого изображения, потому что чаще всего это магниты обладают очень высокими градиентами магнитного поля. Поэтому основополагающим в качестве изображения следует считать, прежде всего, градиенты магнитного поля. Основополагающими в определённых технологиях сбора информации, когда нам нужно быстро собирать информацию, такие как динамическое контрастное усиление или ускоренное сканирование пациентов, это имеет значение скорость нарастания этих градиентов. Так вот, для качества изображения, потом подробнее остановимся на тех факторах, которые влияют на качество, влияют именно эти показатели, а не только изначальная индукция магнитного поля. Тем не менее, трёхтысловый магнит имеет свои ограничения, и мы должны об этом знать и понимать, что для некоторых категорий пациентов эти трёхтысловые магниты имеют абсолютные противопоказания, особенно те, которые имеют импланты. На сегодняшний момент времени металлические импланты чаще всего лицензированы для использования только в полуторатысловых полях, а не в трёхтысловых полях. Ну и так далее. Есть более высокая чувствительность к артефактам, в том числе и движению, более чувствительность к неодородному магнитному полю, где очень сложно добиться качественного изображения у тучных больных и так далее. Ну и, конечно же, влияние поглощённой энергии достаточно серьёзное, что нам не позволяет проводить довольно-таки длительное сканирование на трёхтысловых магнитах. Поэтому мы получаем такую вот очень богатую машину, очень красивую машину, но не всегда она нам нужна, чтобы доехать от пункта А до пункта Б. Поэтому, конечно же, нужно внимательно подходить к тем характеристикам магнитного томографа, на котором вам приходится работать. Вы должны понимать, сможет ли этот магнитный томограф добиться тех параметров сканирования, которые рекомендуется международными организациями или профессиональными организациями, которые утверждены для предстательной железы в частности. Поэтому мы поговорим дальше. С эндеректальной катушкой или нет, мы говорим о том, что, конечно же, применение эндеректальной катушки существенно увеличивает качество предоставляемой информации, детализация структуры предстательной железы и капсула предстательной железы, и уретро, и пароуретральные ткани, и структура периферической зоны. Это один и тот же пациент с эндеректальным исследованием и без эндеректального исследования. Но, соответственно, качество магнитных томографов немножко разное, и тут ещё и ещё добавок применена эндеректальная катушка. Итак, эндеректальная катушка повышает соотношение сигнал-шум, несомненно, и это имеет принципиальное значение в получении функциональной характеристики диффузионно-звешенных изображений, динамическое контрастное усиление. Конечно же, она помогает для магнитно-резнастной спектроскопии, но не все центры ориентированы на магнитно-резнастную спектроскопию. Международные рекомендации на сегодняшний момент говорят, что не всегда это не входит в обязательный стандарт проведения сканирования при диагностике рака предстательной железы. Конечно же, эндеректальная катушка повышает однородность магнитного поля у тех пациентов, у которых оно изначально неоднородно, у тучных пациентов с металлом, с газом в кишке. Газ вытесняется физически и, соответственно, снижается расстояние между излучателем и приемником этого излучения и так далее. Эндеректальная катушка может помочь в некоторых ситуациях, и она и применяться должна. Борьба за качество. Я говорил о том, что это многофакторный уровень борьбы, и, конечно же, основополагающим не должно являться наличие вывески на магнитном томографе 3 или 1,5. Довольно-таки много факторов. Более 10, я на вскидку знаю 10. Может быть, люди, которые понимают физику глубже и детальнее процессов, они назовут и 100 факторов, которые влияют на качество получаемой информации. Но основных я попытался здесь привести, и несколько подробно уже поговорил об этом. Есть и скорость, и градиенты. Но вот канальность на сегодняшний момент следует обращать внимание на канальность системы. Именно количество каналов или скорость поступления информации и обработки от первичного источника, от катушки до компьютера, который синтезирует изображение, чем быстрее получаются информации, тем она меньше претерпевает изменения по мере доставки его в систему анализа. Поэтому сейчас считается, что высококанальные системы на сегодняшний момент времени позволяют получать очень хорошее изображение. И в рекомендациях те системы, которые имеют больше 16 каналов, практически не нуждаются в использовании эндоректальной катушки. Каковы же секреты, конкретные секреты, рецептура получения хорошего качества изображения? Есть ли на этот счёт какие-то определённые рекомендации, сколько вешать в граммах того или иного ингредиента, чтобы получить достаточно хорошее качество на выходе? Ну вот есть такая поговорка, если вы не любите кошек, вы их не умеете готовить. Давайте посмотрим, как же эти кошки должны быть приготовлены. И мы начинаем с Т2-звешенных изображений. Т2-звешенные изображения должны получаться в трёх взаимоперпендикулярных плоскостях относительно оси железы. Обращаю ваше внимание, не какие-то другие эфемерные в придуманной оси. Мы ориентируемся на цель нашего исследования. Цель нашего исследования – предстательная железа. Предстательная железа – это сложный орган, конфигурация его не шаровидная и не квадратная. У неё есть определённое расположение внутри таза, и поэтому ориентируясь здесь на ось предстательной железы, она может быть смещена, исходя из гиперпластических процессов. Поэтому вы должны это всё взвесить, как же поставить и научить лаборанта, как нужно выполнять, ориентировать срезы. Именно ориентация срезов очень серьёзно нам добавляет или наоборот ухудшает качество изображения. Обращаю ваше внимание, что мультипараметрический способ сканирования предполагает совпадение, абсолютно совпадение плоскостей сканирования. Это два взвешенных изображения, диффузионно взвешенных изображения и динамического контрастирования. Есть поле обзора, которое ограничено и лимитировано. Есть параметры разрешающей способности этих протоколов. Толщина срезов не должна превышать больше трёх миллиметров и не допускает присутствия промежутков между этими срезами. То есть мы должны предстательную железу порезать через каждые 3 миллиметра и получить достаточно хорошее изображение. Допускается и даже помогает трёхмерное Т2-озвешенное изображение с изотропным вокселем для проведения специального сканирования по поводу подготовки либо таргетной биопсии для навигации, проведения иглы, либо для брахитерапии, для лучевой терапии и так далее. Это достаточно серьёзный и достаточно эффективный способ для того, чтобы определить цель и довести туда ту энергию, которую мы предполагаем воздействовать на очаг поражения. Ну вот примеры, как же мы можем себя поставить в те условия, когда мы вынуждены писать что-то не очень конкретное, исходя из того, что мы получили что-то не очень конкретное. Вот изображение одно, изображение другое. Это один и тот же пациент. Разница исследования примерно 1-2 недели. Такие пациенты приходят к нам на консультации по поводу выявленных или заподозренных онкологических заболеваний. Мы вынуждены анализировать эти изображения и рекомендовать таким пациентам переделать изображения по стандартам, которые приняты в международной практике, которые мы стараемся использовать в своей практике. Но вы видите предстательную железу на одном и том же уровне. Здесь очаг достаточно чётко визуализируется. Здесь практически вообще ничего не видно. И, конечно же, тот рентгенолог, который анализировал эти изображения, это не говорит о том, что он плохой рентгенолог. Просто он вынужден был анализировать плохие изображения. Может быть, он даже лучший рентгенолог, чем мы, на самом деле, которые имеют такие хорошие изображения. И с хорошим изображением любой может диагностировать такое поражение. Вот если мы увеличим, да, это будет достаточно чётко продемонстрировано. Т1-звешенное изображение. Достаточно аксиального сканирования. Но я вас призываю к тому, чтобы не избегать удалять из протоколов Т1-сканирование. Т1-сканирование, Т1-звешенное изображение, они добавляют информацию достаточно серьёзную. Они должны быть соответствовать тем самым аксиальным срезам, которые мы до этого получали. Они должны захватывать всю область малого таза, от пятого поясничного до седалищных костей. Мы должны соблюдать тот же толщину среза, такое же отсутствие промежутков. И разрешающая способность примерно должна соответствовать разрешающей способности при Т2-звешенных изображениях. Именно таким образом мы можем исключить какие-то фоновые влияния, включения, которые могут вносить какие-то коррективы в наш анализ, который мы будем проводить по Т2-звешенным изображениям. Ну вот тут примеры. Исследование выполнено немножко неподготовленному пациенту. Мы видим газ в кишке, мы видим достаточно выраженные артефакты, и, соответственно, предстательная железа не передаёт той структурности, которую мы видим здесь. Мы видим достаточно… Может быть, кто впереди сидит, может обратить внимание, что оба сканирования… Нижняя часть, она соответствует уровню сканирования. Верхняя часть доходит до третьего или второго даже крестового позвонка. Выше нету никаких срезов, а должно быть до пятого поясничного. То есть, ограничение было, искусственное ограничение, и таким образом состояние всех костей таза мы не можем оценить. Ну, иногда даже вот такое качество Т1-звешенных изображений нам приходится видеть. Ну, конечно же, такое качество не подлежит интерпретации. Диффузионно-звешенные изображения. Соответствующие характеристики тут допускается увеличение толщины среза, абсолютное сопоставление с Т2 динамическим контрастированием, поле обзора, разрешение, достаточно низкое разрешение, и параметры сканирования, время эха и время релаксации, ограниченные именно этими цифрами. Именно в этих диапазонах мы должны выставлять параметры сканирования, чтобы получить достоверные изображения. Факторы взвешенности ограничены и строго определены. Первый фактор взвешенности от 50 до 100, второй фактор взвешенности от 800 до 1000, допускается еще третий фактор взвешенности, если мы используем технологию калькулируемого фактора, B-фактора более 1400 и дальше. Различные машины по своим характеристикам могут различные, калькулировать факторы. В этом диапазоне от 100 до 1000 еще один фактор для более корректного расчета фактора взвешенности более 1400. Вот примеры проведенного сканирования, которое почти укладывается в наше понимание системы ПАЕРАЦ. Система ПАЕРАЦ – это свод правил для сканирования интерпретации при раке предстательной железы. И то, что мы у этого пациента получили, когда мы абсолютно соблюли все те рекомендации, которые изложены в этой системе ПАЕРАЦ. Конечно же, вот этот очаг можно ретроспективно увидеть и сказать, что да, здесь что-то есть. А здесь мы можем сказать, что здесь точно есть что-то. Именно так вот. И мы создаем условия, в которых мы потом работаем. Динамическое контрастное усиление должно быть достаточно тонкими срезами, также без промежутков, также соответствовать плоскости сканирования предыдущих аксиальных срезов. Должна захватывать в обязательном порядке и предстательную железу, и семенные пузырьки, вне зависимости от объема и предстательной железы, и семенных пузырьков. Разрешение достаточно высокое должно быть. Время эха и время релаксации также строго лимитированы и ограничены. Временное разрешение. Здесь достаточно принципиально не пространственное разрешение, хотя оно тоже лимитированное пространственное разрешение, а очень принципиальным является временное разрешение. Мы должны очень быстро собирать информацию о динамике прохождения контрастного вещества через ткань предстательной железы. С периодичностью 10 секунд, а в более последних рекомендациях даже 7 секунд ограничено это время получения одной серии изображений. Конечно, можно и нужно применять иногда функции жироподавления и вычитания для визуальной оценки степени накопления контрастного вещества. И, обращаю ваше внимание, должно быть адекватное контрастирование. Адекватное контрастирование по концентрации, адекватное контрастирование по скорости введения контрастного вещества. Именно болюсное введение контрастного вещества нам даёт информацию о динамическом контрастировании. Общее время сбора тоже ограничено, оно не должно быть меньше 2 минут. Но мы в своей практике немножко увеличиваем до 3 минут сбора информации, когда мы можем проследить именно фазу вымывания контрастного вещества. Обратите внимание, тот случай, который я приводил в начале. Здесь мы видим, что контрастное вещество в бедренной артерии попало на 28 секунды от начала сканирования на 35 секунды уже первые порции контрастного вещества в предстательной железе. Да, конечно, мы видим контрастирование пароуртральных узлов гиперплазии, которые здесь не сильно выражены, но пароуртральные сплетения достаточно активно кровоснабжают предстательную железу. И мы видим, что первые порции контрастного вещества в очаге, который нас вызвал подозрение, накапливаются. Именно вот эта первая серия наиболее информативна. Она собирается в первые 7 секунд. Если мы увеличим этот сбор данных, то мы получим вот примерно такое изображение. Это на уровне полутора минут после введения контрастного вещества, где видно, что диффузно-неоднородно накопила предстательная железа контрастного вещества. Мы здесь на этом фоне не можем увидеть ни очагов опухолевого поражения, дифференцировать ни очагов гиперплазии или нормальной ткани предстательной железы. Ну и в заключение следует сказать, или заключить о том, что, конечно, мы при проведении исследования, при назначении исследования, при интерпретации полученных данных, проведенных правильно, мы должны понимать цель нашего исследования. Какая же цель была? На какие вопросы мы должны будем ответить врачу, чтобы он определил тактику лечения? Исходя из этого, мы применяем различные средства для достижения этой цели. Мы должны знать, на какую рыбу мы будем охотиться. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...